Получить бесплатное образование в нашей стране могут не только школьники, студенты и учащиеся СУЗов, но и безработные. Для тех, кто не находит подходящих вакантий по своей профессии, либо вовсе хотят сменить род деятельности, на помощь приходят специалисты управления по труду, занятости и социальной защите. Рабочая профессия у нас всегда востребована. Если человек идет на обучение, курсы бесплатны, платится стипендия. Есть возможность пойти обучиться на индивидуального предпринимателя, тоже востребованного, кто хочет открыть собственное дело. Список профессий широк. В городе нужны водители по грузчикам, троллейбусам, поварам, кладовщики, швеи, трактористы, продавцы, промышленные альпинисты, монтеры пути. В прошлом году на обучение с гарантией управление направило 100 человек. Во время учебы 87 из них изучали маршрут, коллективные договоры. В среднем обучение длится от одного до двух месяцев. Регулярно проводятся электронные ярмарки. Управление по труду договаривается с какой-то организацией, тоже у нас такое практикуется. Мы собираем людей, отправляем их бесплатно обучаем, а потом после обучения они идут работать на данное предприятие. Для безработных это реальный шанс успешно вернуться к трудовой деятельности. А для выпускников общеобразовательных школ, которые не нашли свои фамилии в списках первокурсников, получить профессию бесплатно за счет средств бюджета. Как и ранее, рынок труда города на Березине нуждается в людях рабочих специальностей. На сегодняшний день у нас по городу Бобруйск более двух с половиной тысяч вакансий. Из них по рабочим профессиям около 1800. Самые востребованные у нас вакансии, что касается рабочих профессий, это слесаря, ремонтники, грузчики, швеи, повара очень востребованы, водители автомобиля. На заводе тракторных деталей и агрегатов всегда рады новым специалистам. Здесь требуются наладчики технологического оборудования, фрезеровщики, мастер производственного участка, укладчик-упаковщик, штамповщик. Список внушительный. При трудоустройстве, к слову, выплачиваются подъемные. Развитие очень хорошее. Завод стремится к новым технологиям очень сильно. И мне это очень нравится. Движение по карьерной лестнице, повышение разрядов на новой специальности, так как по этой специальности я работаю два года, более двух лет, то все меня устраивает. Очень нравится. В поисках работы все средства хороши. К слову, средняя зарплата за 2023 в Бобруйске – 1488 рублей. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.